Привет друзья! Сегодня будет предварительный обзор на игру Dark. Это очень интересный психологический хоррор, который выходит летом 2019 года. Сейчас мне бы хотелось подробнее рассказать о чем она будет и кому она должна понравиться. По сюжету игры мы будем играть за мальчика по имени Ллойд. Мальчику снится сон, скажу больше, он осознает, что ему снится сон. К несчастью для Ллойда, сон быстро превращается в кошмар и все попытки проснуться заканчиваются неудачей. Ему предстоит исследовать темные уголки своего подсознания, чтобы научиться выжить в этом кошмаре. Для этого ему придется научиться изменять законы физики, ходить по потолку, по стенам и манипулировать материей мира снов. То есть научиться контролировать свой собственный сон и управлять им. Но не все так просто. Помимо игры с гравитацией, Ллойду придется выживать в этом мире, поскольку он будет населен врагами. Это ужасные монстры мира снов, которые намного сильнее и быстрее Ллойда. В открытом противостоянии у него нет шансов на победу. И для этого ему придется использовать всю свою хитрость и смекалку, чтобы надежно спрятаться от монстров и избежать вероятность обнаружения. Кроме хождения по стенам и игре в прятки, нам с Ллойдом также предстоит решить множество головоломок. С перемещением предметов, вращением комнат, а также сбором и использованием найденных вещей. Игра строится таким образом, чтобы как можно больше усилить эффект присутствия. Составить игрокам почувствовать, что он находится там же где и Ллойд, в страшном и непробудном кошмаре, где каждый раз вновь и вновь придется сталкиваться со своими страхами. В этом очень помогает атмосферная музыка и окружающие звуки, которые играют очень важную роль в этой игре. Скажу больше, с самого начала она была ориентирована на музыкальную составляющую. Партитуру к игре записывает известный голливудский композитор Влад Маргульц совместно с Будапештским симфоническим оркестром. А музыка будет смикширована Адамом Шмидтом, который известен своими работами над фильмом Начало, Темный рыцарь, Пираты Карибского моря и другими. А за звуковое оформление отвечает Бьерн Якобсен, который работает над такими играми, как Cyberpunk 2077 и Hitman. Таким образом, за музыкальное сопровождение в этой игре можно не беспокоиться, поскольку написана она профессионалами своего дела. Помимо атмосферной музыки, нас ждет уникальный художественный стиль, вместе с блестящим ритмом игры, который опирается на медленное повествование и жуткую атмосферу, а не на кровь и насилие. Будет множество интерактивных объектов и персонажей, которые раскроют историю и помогут Ллойду найти ответы о своем путешествии. А для хардкорных игроков существуют скрытые предметы для поиска. Таким образом, очень жду релиза этой игры. И вам советую добавить ее в список желаемого. Особенно, если любитель таких психологических хорроров, как Little Nightmares, Frenbo, Insight, Limbo и других. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с меня новое интересное видео, ну а с вас лайк, подписка и комментарий. С вами был канал Играриум, до новых встреч!